Продолжение следует... Я хотел бы начать свою лекцию, в которой я собираюсь рассмотреть следующую тему. Сначала я вкратце опишу значение и релевантность теологии вообще в современном западном контексте. Затем я расскажу о значении термина «эмпирический» в понятии «эмпирическая теология». Это понятие является ключевым для моей лекции. Так что это будет основная часть лекции, ее вторая часть. Наконец, я постараюсь уделить некоторое внимание стратегии исследований, которые применяются в этой области. Но я надеюсь представить эти тексты кратко, то есть в таком виде, чтобы мы могли уложиться в 45 минут. Теология. Итак, это первая часть. Во многих академических кругах в данный момент теологии называют «уточнение различных взглядов на религии», вдохновленное их нарративом, и критическое размышление о религиях, прежде всего, с внутренней перспективы, не исключая, впрочем, и внешних точек зрения. Эти уточнения и размышления относятся прежде всего к религиозным убеждениям и практикам в самом широком смысле, в конкретных условиях с точки зрения пространства и времени. Я должен подчеркнуть, что уточнения и размышления должны быть систематичными и методическими. Под методическими я понимаю здесь адекватное использование дисциплинарных стратегий и технологий, таких как лингвистические, литературные, исторические, германифтические и эмпирические методы для исследования взаимодействия между религией с одной стороны и различными контекстами с другой. Это центральная идея моей лекции, взаимодействие между религией и контекстами. Теология должна исследовать это взаимодействие. Систематически означает, что целью теологии является создание структурированной, упорядоченной, логически непротиворечивой теоретической системы. С этой точки зрения теология в принципе не одна, их может быть много, столько же, сколько есть религий. Одна из этих религий — христианство, поэтому можно сказать, что существуют различные христианские теологии, связанные с различными христианскими общинами и деноминациями по всему миру. Несмотря на все различия, большинство христианских традиций и общин связаны между собой определенными общими или, по крайней мере, похожими фундаментальными представлениями, то есть представлениями о Боге и Иисусе, Святом Духе, а также о сотворении мира, проблеме зла, о спасении и конца мира. В связи с этими представлениями большинство христианских традиций и общин также связаны похожими или, возможно, общими практиками и обычаями, как литургическими, так и моральными. Хотя все эти теологии дорожат каждая своей собственной интерпретацией, включающей историческую и фактическую контекстуализацию, все они демонстрируют поразительное семейное сходство. Хотя некоторые деноминации действительно являются членами единой семьи и очень близки друг к другу, отдельные христианские общины все же отдалены друг от друга несколько больше. С этой точки зрения христианская теология выполняет три задачи, три основные задачи, по крайней мере, она должна их выполнять. Задачу в стенах университета, другую задачу в религиозной общине и третью задачу в обществе. Первая задача академическая включает в себя как преподавание, так и исследовательскую деятельность, причем на таком уровне, который удовлетворял бы академическим критериям, а также содействовал бы другим академическим дисциплинам. Это не так легко для теологии, но я думаю, что если существование теологического факультета в университете вообще легитимно, этот факультет должен обязательно содействовать другим дисциплинам. Вторая задача, религиозная, подразумевает, что теология стимулирует и питает религиозные общины, а также указывает направления для их будущего, включая и альтернативные направления. Альтернативные направления нужны скорее для того, чтобы повышать мотивацию к дискуссии и размышлению относительно действий и установок данной общины. Тем самым теология не только вносит свой вклад в выживание религиозных общин, а цели выживания являются важнейшими для большинства религиозных общин, причем не только в их собственное выживание, но также и даже прежде всего, теология содействует той миссии, которую данные общины призваны исполнить в контексте пространства и времени. Третья и последняя задача, общественная, означает, что теология разделяет ответственность из-за улучшения социальных отношений, социальных связей, государственных институтов, улучшения в перспективе справедливости и любви, чтобы общество становилось лучше, особенно для тех, кто страдает из-за его несправедливой культуры и структуры. Когда я говорю в своей лекции о теологии в контексте эмпирической теологии, я имею в виду именно это представление о теологии, которое я только что изложил, и за своей краткость оно должно восприниматься как описание в двух словах. Вторая и основная, главная часть моей лекции — эмпирическая теология. Как следует из сказанного, термин «контекст» имеет огромное значение. Каждая теология, без исключения, вне зависимости от того, где она развивается, всегда взаимодействует с той ситуацией, в которой находится будь то академическая, религиозная или социальная ситуация. В этом взаимодействии всегда есть двусторонний обмен. Я называю эти две стороны адаптацией и приспособлением. Адаптация означает, что теология адаптируется к той ситуации, в которой оказывается, тогда как приспособление, аккомодация, означает, что ситуация приспосабливается, меняется благодаря теологии. Например, в Западной Европе и США теология в данный момент страдает из-за снижения уровня религиозности и воцерковленности жизни в рамках процесса секуляризации, который требует от теолога самокритичных взглядов, не только критических, подчеркну, но самокритичных взглядов на собственный авторитет, собственную релевантность, на те претензии, которые следуют из этого авторитета и релевантности. Теперь обратимся к такому вопросу. Если контекст в отношении к религии является столь важной категорией, поскольку он основа для интерпретации, даже, возможно, для формулирования религиозных убеждений практик, то как теологии, в этом, собственно, состоит вопрос, исследуют это взаимодействие между религией и контекстом? Конечно, существует два типа контекстов. Диахронический контекст и синхронический контекст. Диахронический контекст относится к истории религии, синхронический к той ситуации, в которой религия находится в данный момент. Позвольте мне привести несколько примеров, с которыми вы знакомы. В экзегетике Ветхого и Нового Заветов используются методы, относящиеся к различным дисциплинам, например, лингвистический метод, литературно-критический, риторический метод, языковой аналитики, а также исторический метод. Мои коллеги, занимающиеся экзегетикой, используют эти методы, чтобы проникнуть в исторический контекст появления и развития текстов Писания до и после пришествия Христа. То же самое или нечто близкое можно сказать об исследованиях по истории Церкви и истории теологии в течение последних 20-ти столетий. Среди методов, которыми пользуются историки, есть историко-критические методы, в том числе вспомогательные исторические дисциплины. Но помимо них, еще и методы, применяемые в изучении истории сознания, которые применяют довольно часто, а также структурные методы, семиотические методы и методы исследования устной традиции. Все они инструментари экзегета, с одной стороны, а с другой их используют историки религии. Вместе с библейскими исследованиями история Церкви и история теологии сосредоточены на взаимодействии между религией и диахроническими контекстами. Итак, вопрос таков. Как современные синхронические контексты исследуются в теологии? Какие методы используются в исследовании современных, то есть синхронических контекстов? Наряду с библейской или исторической теологией, эмпирическая теология считает свою задачу исследования современных ситуаций при помощи эмпирической методологии, или, мне следовало бы сказать, методологий во множественном числе, то есть при помощи эмпирических методов и технологий. Позвольте мне предложить несколько примеров трех уровней, на которых может быть проиллюстрирован предмет эмпирической теологии, а именно на микроуровне, на среднем уровне и на макроуровне. Они соответствуют трем концентрическим кругам, первому уровню, микроуровню, соответствует самый малый круг. Это узкий круг местной религиозной общины. Приход на определенные улицы и семьи, входящие в данную общину. Местная деревенская община, ее члены, волонтеры, ее дьяконы, священники и епископ данного города или данной провинции. Вопросы, которые будет рассматривать эмпирическая теология, могут в данном случае быть, например, такими. Какие представления о Боге имеют члены этой общины? Представляют ли они его как абсолютное, трансцендентное существо? Или это представления об имманентно-трансцендентном существе? Или деистические представления? Знаем ли мы, какие представления о Боге у людей в их повседневной жизни или во время молитв? Или когда они участвуют в религиозных обрядах или в Евхаристии? Какие у них представления о Христе? Как о Сыне Божьем в тринитарном смысле? Как об эсхатологическом пророке? Об основателе христианства? Или они видят в нем просто хорошего человека, образец для подражания? Мы не знаем этого. Как они молятся или взаимодействуют со Святым Духом? Как с третьим лицом Троицы? Как с Духом Божьим, оживотворяющим христианскую жизнь? Как с источником вдохновения, ориентиром в религиозной, обоснованной практике повседневной жизни? Помимо религиозных вопросов, исследовать можно и нормы морали, и то, как они применяются на практике в общине. Не только представления, но и то, что люди делают в своей повседневной жизни на самом деле. Насколько религиозные общины поддерживают вдов, вдовцов и сироп? Как они действуют по отношению к беднякам и их положению? Каково их личное отношение к участи бедных? Кроме того, предметом исследования эмпирической теологии может быть руководство местных священников и епископов, их литургические действия, их проповедь, пастырские советы, учительная деятельность, образование и наставление других людей. Второй уровень, средний уровень, включает в себя средний круг, то есть церковь как один из социальных институтов в обществе. Итак, вопрос состоит в том, чтобы понять, как церковь на деле, а не только на бумаге, не только в прекрасных заявлениях, но на самом деле, как церковь в реальности взаимодействует с институтами в разных сферах нашего общества. Позвольте мне перечислить три основные формы. А, прежде всего, экономическая сфера. Как церковь решает вопрос экономической несправедливости в общественной структуре? Ведь примеров подобной несправедливости множество, особенно в северо-западной части Европы, а также в США, где ситуация еще хуже. Какие нормы в экономике церковь как институт поддерживает или отвергает? До какой степени церковь одобряет кальвинистскую этику работы? Теперь вторая сфера. Б. То есть правовая сфера. По отношению к правовой сфере вопрос стоит так. До какой степени церковь как социальный институт поддерживает и поддерживает ли вообще права человека? Отвергает ли она права человека? Или церковь хранит молчание относительно прав человека и отношений между людьми, где бы она ни находилась? Существует ли какое-то соглашение между епископами, священниками, членами церкви вообще, по этому животрепещущему непростому вопросу? Третья сфера. Социокультурная, которая тоже крайне важна. Она, может быть, и более того, заслуживает того, чтобы быть предметом эмпирического исследования. Например, какие ценности объединяют людей в провинции или в стране? Какие типы ценностей связывают их? Здоровый патриотизм, нездоровый патриотизм или вредоносный этноцентризм? Этноцентризм, я сталкивался с этим в своей стране, вредоносен, поскольку он попирает евангельский призыв открыть свой дом для другого, для друга и для незнакомца одинаково. Третий и последний уровень, макроуровень, соответствует государству и его политическим институтам. Политические отношения между церковью и государством можно подразделить на два типа – внутренний и внешний. Внутри политические отношения относятся к гражданам данного государства в демократической структуре государства. Демократия сама по себе не является очень крепким институтом, потому что всякий, включая и меня самого, знает, что демократия – это крайне неустойчивое политическое устройство, крайне неустойчивое и ненадежное, и работает хорошо только тогда, когда она поддерживается не только политиками, но также и даже, пожалуй, прежде всего, гражданами в целом. Из-за своей неустойчивости демократия нуждается в поддержке и заслуживает ее от всех общественных институтов, число которых входит и религиозные организации, то есть церковь. Я знаю, это проблематичная тема, но все же решил не обходить ее вниманием в этой лекции. Демократия, по словам Уинстона Черчилля, это наименее бедная, наименее безумная и наименее плохая форма управления. Вот о чем стоит подумать. Это не оптимальная структура, это не идеальная структура. Это наименее плохая структура. К этому я добавил бы следующее. Если и только в этом случае демократия функционирует правильно, она воплощает некоторые фундаментальные моральные нормы. Более того, она может развиваться с христианской точки зрения, например, с перспективой достоинства человека. Достоинство человека можно считать, я хотел бы подчеркнуть это, частичным, неполным толкованием интерпретации того факта, что человек создан по образу Божию. Но я уверен, что вы сможете обсудить это позже, поскольку это серьезное заявление. Я рассматриваю человеческое достоинство как частичное толкование интерпретации того факта, что человек создан по образу Божию. Это толкование может быть принято как религиозными, так и нерелигиозными людьми, и это важно. Такое толкование дает людям возможность признавать друг в друге и обращаться друг с другом как с вещью в себе, не как с инструментом, а как с тем, что имеет внутреннюю ценность, следуя словам Эммануила Канта. Вот что следует понимать под человеческим достоинством, что вы обращаетесь с другими людьми не как с инструментами, а как с вещью в себе. Впрочем, мы можем обсудить это позже. Что же касается внешней политики государства, то, насколько я знаю, в мире нет эмпирического теологического вердикта, насколько мне известно, который рассматривал бы сложную взаимосвязь международных отношений, включая также ожесточенные соревнования взаимоисключающих национальных интересов. Все, что мне известно, так это то, что многие мои коллеги хотели бы провести критическое исследование так называемого вмешательства в поддержку прав человека США во Второй войне в Ираке. Особенно потому, что США настаивали, причем, заметьте, с религиозной точки зрения, на прекращении нарушения прав человека и на военном принуждении к соблюдению прав человека. Мне хотелось бы знать, что это за религиозная точка зрения? И стоит ли называть эту позицию религиозной? Вопрос, который часто задают в дискуссиях об эмпирической теологии, звучит так. В чем же, собственно, состоит различие между эмпирической теологией с одной стороны и эмпирическими социальными науками с другой, особенно такими, как эмпирическая психология религии или эмпирическая социология религии? Не является ли эмпирическая теология повторением одной из этих дисциплин, хотя они и разнесены по разным учреждениям? Например, у нас есть факультет социальных наук, но также у нас есть и факультет теологии. Другими словами, не является ли эмпирическая теология чем-то лишним, избыточным? Мой ответ, как можно догадаться, нет, не является, но я должен предъявить свои аргументы. Чтобы ответить на этот вопрос, мне придется сделать небольшое отклонение в эпистемологию, теорию знания, или, точнее, знание о знании. Современный исследовательский университет предоставляет на своих факультетах место для множества различных наук. Основными среди них являются медицина, естественно-научные дисциплины, технические науки, социальные науки, юриспруденция, филология, история, философия, религиозные исследования и теология. Они включают в себя множество различных дисциплин, в которых используются определенные методы и подходы, например, лингвистические, литературные, исторические, математические или эмпирические методы. Чтобы стимулировать вашу мысль и выразиться как можно резче, я скажу, что эти методы не есть то, чем данные науки и дисциплины различаются между собой. Если бы дело было в этом, современному университету вполне хватило бы двух факультетов, скажем так, естественных наук и гуманитарных. Если бы методы были критерием для того, чтобы находить различия между науками, тогда нам действительно хватило бы двух факультетов. Но методы не связаны исключительно с науками. Методы выходят за пределы тех дисциплин, в которых они используются. Методы, если позволите, трансдисциплинарны. Математические и эмпирические методы часто используются в медицинских науках. Они используются также в естественно-научных и технических дисциплинах, в социальных науках, в лингвистике, в юриспруденции и так далее. Методы не являются основанием для отличий между науками или дисциплинами. Теория — вот то, что делает конкретную науку уникальной по сравнению с другими науками. Концептуальные связи — вот что делает науке особенными. Символические связи — вот что делает их столь различными между собой. Другими словами, не методы, а содержание делают ту или иную дисциплину уникальной в сравнении с другими, и это же относится к теологии. Итак, уникальность эмпирической теологии в сравнении с эмпирической социологией и эмпирической психологией следует искать не на уровне методов, а на уровне теорий. Я знаю о сложном вопросе, который вытекает из этого, и мне постоянно или, по крайней мере, очень часто приходится обсуждать этот вопрос. Вопрос этот состоит в следующем. Является ли эмпирическая теология настоящей теологией? Разве нет большого разрыва между нормативностью теологии, во что человек должен верить, и эмпирическим выводом исследования, во что человек верит на самом деле? Зачем же тогда заниматься историческими, эмпирическими исследованиями, если в конце концов Церковь решает, что именно является верным с точки зрения теологии? Путь, которым следует идти в данном случае, как и всегда, впрочем, срединный путь. Срединный путь дискуссионного общения – вот тот путь, который я хочу особенно выделить сейчас. По моему мнению, специалисты в эмпирической теологии должны представлять на суд научного сообщества все то, что они считают релевантным в своих исследованиях, не исключая и результаты, противоречащие церковной доктрине. Это моя личная позиция, и я всегда отстаивал ее. Итак, они не должны скрывать результаты исследований, но должны выносить их на публику через свои публикации. Публикации крайне важны для теологии, потому что они дают возможность публике ознакомиться с вашими блестящими достижениями и в вашей работе. За этим должно следовать вынесение этих противоречивых эмпирических выводов, даже если они противоречат друг другу, в поле открытого дискуссионного общения на обсуждение. Такое обсуждение очень важно, потому что именно оно сопровождает и направляет поиск истины. Истину, я настаиваю на этом, невозможно найти без обсуждения, вне общины. На этом я завершаю свою лекцию. Большое спасибо. Большое спасибо. Продолжение следует...